Так, программа Галилео. Прекрасно. Отличное дерево, декорации горючие. Газ подключаем? Подключен газ, я спрашиваю, или нет? А, ну, собственно, что я спрашиваю? Конечно, подключен. Так, горелка в этом месте. Сертифицированная горелка нет? Разрешение на подключение в этой точке есть? Нет? Вот еще одна точка подключения. Отлично. Конечно, надеюсь, тоже есть сертификат на оборудование газовое. Так, где у вас ответственный за безопасность пожарную? Где ответственный за то, чтобы газом не воняло? Слушайте, у вас запах газа, вы слышите, нет? Вот где-то здесь, по-моему, это, сочится немножко газ. Не видно ни черта. Дайте спички, я хочу посветить немножко. По-моему, газом пахнет здесь. Газом здесь. Ребят, смотрите, сюжет про безопасность. Я пока... Спички есть кого-нибудь подсветить? Тут, по-моему, газа несет. Давай, спички, кидай. Кидай, сейчас подсветим. Если худеть решено с обеда, на завтрак можно позволить себе все, что угодно. Например, жирные. И от этого необыкновенно вкусные блинчики. Да, Людочка. Похоже, сегодняшнее утро будет просто замечательным и очень сытным. Какой чудесный аромат. Но подождите, они что, испорчены? Блинчики так не пахнут. Так пахнет газ. Вот тебе и замечательное утро. Все вентили на плите закрыты. Значит, срочно вызываем аварийную службу газа. Ноль четыре. Алло. Принятый вызов. Диспетчер тут же отмечает на огромном табло с картой города. Здесь видны и все аварийные заявки, которые тут же передаются аварийным бригадам. Аварийно-бытовая машина должна отправиться на вызов. Но как она доберется до места через пробки? У нее даже мигалки нет. Вы удивитесь, но эти машины не стоят в гараже, а круглосуточно патрулируют все районы Москвы, как кареты скорой помощи. Их перемещения в онлайн-режиме отмечаются на том же табло в диспетчерской. Так что задание получает та машина, которая ближе всего к дому Люды. А что делать Люде? Первым делом нужно открыть все окна и двери. И нарочно создать сквозняк. Он снизит концентрацию газа в квартире. Затем перекрыть кран на трубе, по которой газ подается к плите. А вот свет и электроприборы лучше вообще не трогать. Не включать и не выключать. Малейшее замыкание может вызвать искру и привести к взрыву. Тем временем в диспетчерскую поступил очередной вызов. На этот раз утечка газа зафиксирована не в квартире, а на магистральном трубопроводе. В город газ доставляется по огромной трубе диаметром полтора метра. Сначала газ распределяется по районам, а потом по домам. Эти трубы и называют магистральными. А большие трубы – это значит большие утечки. На такую аварию выезжает аварийно-спасательная машина. И полминуты не прошло, а бригада уже в пути. Это аварийно-спасательная машина белого цвета с проблесковыми маяками. У неё те же права на дороге, что и у скорой помощи или пожарной службы. Все сведения об аварии бригада получает уже в машине. Изучать ситуацию перед выездом – непозволительная роскошь. А к люди уже прибыл аварийщик МОЗ ГАЗа Александр. Звонить в дверь ни в коем случае нельзя. Велика вероятность замыкания и взрыва – только стучать. Как же теперь обнаружить газ? С помощью хитрого прибора – газового течеискателя. Он способен определить количество природного газа в воздухе и найти место утечки. Разберёмся, как у него это получается. Смотрите, если выпустить газ из зажигалки, на приборе тут же загораются красные лампочки. Чем ближе источник газа, тем сильнее индикация. В течеискателе спрятан шарик из оксида алюминия и платиновая спираль, соединённая с проводами. Под воздействием газа шарик и спираль нагреваются. От нагрева увеличивается электрическое напряжение. А чем выше напряжение, тем больше горит лампочек. Откуда же утекает газ в квартире Люды? Пока выяснить это не удалось. Кстати, первыми газовыми течеискателями были канарейки. Клетки с ними держали в шахтах. Канарейки очень чувствительные к природному газу. Даже от небольшой примеси в воздухе канарейка погибала. Это был сигнал к эвакуации. Так маленькая птичка спасала жизнь сотням шахтёров. Ну а сегодня, чтобы утечку было легче почувствовать, на станции в газ добавляют адорант, ароматизатор. Так что привычный нам неприятный серный запах – это запах адоранта. Природный газ вообще не пахнет. А что там с аварийно-спасательной бригадой? Она уже прибыла на место. Делать всё нужно быстро. Утечка происходит на трубопроводе, под землёй. Чтобы устранить неполадку, придётся спуститься в колодец. Только сейчас делать это рановато. Газоанализатором рабочий определяет состав газа. Концентрация метана выше нормы. Нужно принять все меры безопасности и удалить из колодца газ. Вы удивитесь, газ не откачивают, а выдувают. Эта установка работает как мощный пен. Воздух под напором подаётся по шлангу в колодец и вытесняет оттуда опасный метан. А как там дела у Люды? Александр проверил все возможные источники. Но течоискатель везде показывает одинаковую концентрацию. Откуда же идёт газ? Остаётся лишь один вариант. Соседи. Если водой затопить вас может только сосед сверху, то в случае с газом всё наоборот. Природный газ легче воздуха и всегда поднимается вверх. Тем временем аварийно-спасательная бригада уже готова спуститься в колодец. Только без герметичной маски туда лучше не соваться. Ведь газ продолжает поступать. Маска соединена с компрессором, подающим воздух. Спасательный пояс охватывает поясницу и плечи. Если ремонтник надышится газом и потеряет сознание, его вытащат. Ремни на спине усилены, а металлическое кольцо спокойно выдерживает человека. А вот и квартира, из которой вытекает газ. Открывайте. Неудивительно, что запаха этот персонаж даже не чувствует. А вот и причина. Невыключенная конфорка. Кажется, кто-то забыл на плите кастрюлю. Закипевшее молоко потушило пламя, а газ продолжал идти. Аварийно-спасательная бригада тут свою работу закончила. Вентили в колодце теперь в полном порядке. Надо спешить на следующий вызов. Кстати, в автопарке «Мосгаза» есть еще одна машина. Аварийно-восстановительная. В ней спрятана целая коллекция газовых ключей и сменных кранов. Она единственная по экстренным вызовам не ездит и отправляется только на плановый ремонт газопроводов. А как там дела у Люды? На радостях она решила устроить нежданным гостям праздничный обед. Ну а себе водичку. С газом. Людочка худеет, знаете ли. Теперь всем понятно? При утечке газа нельзя курить, зажигать спички, нажимать кнопку электрического выключателя и даже пользоваться телефоном тоже нельзя. А как тогда вызвать газовую службу? А, я знаю. Открываем все окна и двери и кричим в окно. У меня газом пахнет, ау-у-у! Люди!